Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить о проблеме, которая возникла в Мраморном море. Об этом сейчас говорят чуть ли не в каждой турецкой семье. Но во всяком случае, стамбульчане очень обеспокоены этим вопросом. Это экологическая катастрофа. И вопрос довольно серьезный. Я занимаюсь яхтенным спортом, я член женской команды, поэтому с морем контактирую непосредственно и не могу оставаться вдали от этой проблемы. Хочу поделиться с вами накипевшим. Все люди очень обеспокоены, но толком никто не знает, что же это такое, что произошло в Мраморном море, откуда взялась эта слизь. Я провела свое небольшое расследование. Ну как расследование? Любой интересующийся этой проблемой человек может получить эту информацию через интернет и через официальные источники. Я кое-что собрала и хочу поделиться с вами. Итак, что такое слизь? Откуда она взялась? Слизь, или в турецком языке это явление называется муселяж, может быть как растительного происхождения, ее вырабатывают растения при определенных условиях, так и продукт жизнедеятельности микроорганизмов. То, что мы видим в Мраморном море, это продукт неконтролируемого размножения фитопланктона. Если фитопланктон своевременно не перерабатывается другими организмами, живущими в море, его клетки отмирают и образуется слизь. То, что мы видим сейчас на поверхности Мраморного моря, это всего-навсего вершина айсберга. Настоящая катастрофа скрыта от наших глаз и находится на дне моря. Водолазы, которые занимаются изучением дна морского моря, говорят, что в данный момент дно Мраморного моря похоже на фильм ужасов. Рыбы там почти не осталось. Часть рыбы вымерла от того, что рыба не может нормально дышать из-за этой слизи. Другая часть рыбы уплыла на глубину, там, где это явление не так распространено. Слизь в основном сконцентрировалась на побережье. Слизь до такой степени сконцентрировалась на дне, что когда водолазы захотели дотронуться до дна в некоторых местах, им это просто не удалось. Откуда берется слизь? Это явление не в первый раз происходит на Мраморном море. В первый раз слизь была замечена в 1729 году. Но в прошлые периоды это явление не было таким масштабным, как теперь. Что способствует появлению слизь? Одной из причин является потепление климата. Климат в Стамбуле за последнее десятилетие поменялся очень сильно. Если раньше зимы были снежными и морозными, и вода в Мраморном море замерзала, то в последние десятилетия ничего такого не наблюдается. В этом году весь январь был до такой степени теплым, что мы фактически не включали отопление. А несколько недель температура воздуха подымалась до 20 градусов. Такие глобальные перемены, конечно же, сказываются на окружающей среде. Но это не самая главная причина. Вокруг Мраморного моря сосредоточена промышленность Турции. Это и Стамбул, это и Текирдах, это и Ялова. В этих городах сосредоточены фабрики и заводы. К сожалению, эти фабрики не оборудованы достаточным очистным сооружением. И все сточные воды, все отбросы в недоочищенном или даже вообще в неочищенном виде сбрасываются прямо в Мраморное море. Кроме того, канализационные стоки Стамбула и других больших городов, которые находятся вокруг Мраморного моря, тоже ведут, к сожалению, прямо в Мраморное море. И вся грязь, вся бытовая химия, в том числе из этих стоков, стекается прямо в морскую воду. Кроме этого, очень сильно возросло использование нитратов и пестицидов в сельском хозяйстве. Все нитраты, все пестициды, все яды, которые используются в сельском хозяйстве для повышения урожая, стекаются вместе с дождевой водой опять-таки в море. Хоть Мраморное море и находится на территории Турции, но, к сожалению, его загрязняет не только Турция. Вся грязь, которая стекается с Европы по речкам Днепр и Дунай, попадает в Черное море, а оттуда с течением попадает через Босфор в Мраморное море. Особенно в последние годы прибрежная часть Мраморного моря просто покрылась бетоном. Это и новые марины, и волнорезы, и новые красивые набережные, которые засыпались и заливались бетоном. В последнее время Мраморное море стало больше напоминать бассейн. Теперь это идеальное место для размножения таких микроорганизмов, как планктон. Еще одной причиной активного размножения планктона является браконьерство. Об этом не говорят официальные источники, но об этом кричат вовсю активисты в социальных сетях. В Мраморном море распространен вылов морских огурцов. Один морской огурец съедает за год до 45 килограмм планктона. Килограмм морских огурцов на черном рынке стоит от 150 долларов. Эти морские животные пользуются популярностью на азиатском рынке. Из них готовят особо изысканные блюда. Кроме того, морские огурцы используются в медицине и в косметологии. В медицине их применяют для создания препаратов, которые помогают вернуть мужчинам их былую силу, а в косметологии используют для омоложения. В зависимости от вида морских огурцов их стоимость может доходить до 600 долларов за килограмм. Официально их вылов запрещен. Но штрафы настолько смешные, что это не останавливает браконьеров. За одну ночь работы браконьер может заработать до 20 тысяч лир. Пару лет назад в газетах писали о том, что был задержан один браконьер, у которого нашли 10 килограмм морских огурцов. За это он заплатил 2000 лир. Весь товар был конфискован. К счастью, животные оказались живы, и их удалось спасти и выпустить в море. Но это всего только единичный случай. Таким образом, экосистема моря полностью нарушается. Впоследствия мы с вами видим, природа больше не может молчать. Что делается сегодня для ликвидации этой катастрофы? Несколько десятков суден, как государственных, так и частных, занимаются очищением морской воды в мраморном море. Морская слизь собирается с поверхности и доставляется в специальные закрытые хранилища. Ученые проводят анализы этой слизи, и у них уже есть кое-какие планы, что можно из этой слизи сделать. В зависимости от результатов анализов, ученые утверждают, что из слизи можно будет изготовить удобрения для сельского хозяйства. Слизь можно будет использовать в косметологии. Также говорят о том, что можно будет изготовить экопластмассу и эко-топливо. Но пока это только разговоры. Чем опасна слизь для человека и для всего окружающего? Слизь образует толстую корку на поверхности воды. Эта корка, кроме того, что она не пропускает солнечный свет и воздух, что в итоге станет причиной гибели всех морских жителей. Слизь покрывает дно моря, из-за чего морские существа, которые обитают на дне моря в данный момент, просто вымирают. Эта слизь опасна и для человека. На поверхности воды образуется толстая корка, которая собирает в себе всякую грязь, микробы, бактерии, металлы, токсины. При контакте с кожей слизь может вызвать зуд, покраснение, вздутие кожи. При длительном контакте могут возникнуть хронические заболевания. Рыба, фильтруя через свои плавники эту слизь, также травится токсинами. Потом мы употребляем эту рыбу, и все эти токсины попадают и к нам в организм. Погода стала теплеть, и на набережной, кроме того, что мы видим эту всю грязь, эту корку, стал появляться резкий запах. Токсины могут быть также в воздухе, которым мы дышим. Чтобы поскорее избавиться от этой проблемы, чтобы очистить море, чтобы не дать этой гадости распространиться из мраморного моря на Средиземное море, на Игейское море, что должно быть предпринято? Мраморное море должно быть взято под охрану государства. Государство должно следить и контролировать все те выбросы, все те источные воды, которые попадают в море. Но поскольку, как я уже говорила, море загрязняется не только со стороны Турции, а также загрязнение идет и через Черное море со всей Европы, контролировать эти загрязнения не так уж и просто. На всех предприятиях должны быть установлены мощные очистные сооружения. Использование нитратов и пестицидов должно быть запрещено в сельском хозяйстве. И только при таких условиях море сможет восстановиться за 5-6 лет. Человеку достаточно просто беречь природу, и она сама себя восстановит и вылечит. Посмотрим, что предпримет государство, пока это только просто механическое очищение поверхности воды. Каких-то существенных результатов, даже просто видимых глазу, к сожалению, это не приносит. Друзья, давайте поддержим природу. Да, от государства зависит очень многое, но также немало зависит и от нас. Каждый из нас в ответе за наш дом, за природу, в которой мы живем. Если каждый из нас будет бережно относиться к окружающему нас миру, то мир вокруг нас станет чище, а мы с вами будем здоровее. Пожалуйста, делитесь этим видео со своими родными, близкими, друзьями в социальных сетях, чтобы как можно людей узнали об этой проблеме. И, может быть, тогда государство обратит еще больше внимания на эту проблему. И такие необходимые решения, такие важные решения начнут приниматься гораздо быстрее. Я вас целую, обнимаю, берегите себя, своих близких и окружающий нас мир. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что мне удалось обратить ваше внимание на эту проблему и раскрыть некоторые вопросы. До встречи в новых выпусках. Пока! До встречи в новых выпусках.